сегодня мы с вами как бы говорим поговорим суммарно о даяниях еще раз напомним друг другу потому что ко мне поступают вопросы и вот эти вопросы со следующего занятия мы наверное проведем несколько занятий отвечая на эти вопросы вопросы достаточно интересные я вам даже ради пробы хочу показать какие вопросы шли могу ли я давать свою десятину бедным должна ли я жертвовать если мой муж против а библия говорит что мы не должны быть должниками никому почему наша церковь берет кредит вот такой шел поэтому вопросы и и мы ответим вот на эти вопросы но это будет чуть позже со следующего занятия вопросы подойдут но это не все вопросы учила поэтому напомним себе и я бы хотела чтобы у вас была ручка и был листок помечали и потом бы еще и посмотрели в писании поработали над этим это очень важная тема и если в этой связи вы будете научены неправильно вопрос и ко мне вопрос и к вам как вы слушали и как вы это воспринимали насколько вы были практичны и в этих вещах какое семя зацепилась почве вашего сердца может быть все уже утрачено да но я крайне какие-то точки беру но это наш труд мы вступили в некую тему который нужен очень глубокий духовный анализ для каждого есть тот кто говорит и мы видели что на ряде уроков было несколько провокаций таких вот чтобы включать самосознание чтобы включать желание людей поразбираться с этим вопросом и говоря о разных видах да я не я существует ну четыре основных типа напомним и давайте ответим на вопрос десятина вообще нужна ли она вообще как таковая мы говорили десятина и мы еще раз повторим куда ее отдавать и в этой части вот прозвучал вопрос могу ли я ее отдать бедным десятину да это важные вопросы от этого очень многое зависит и давайте начнем для начала нужна ли она вообще десятина может быть она и не нужна мы же не под законом может благодатью является ли она частью закона эти вещи мы тоже с вами осветим и начнем мы с ветхого завета левит двадцать седьмая глава из 30 стиха читаю я внимательно послушайте или вместе со мной откройте писание пометьте себе этого места левит двадцать семь тридцатого до конца до конца до конца главы это последние стихи третьей книги моисея вот как звучат эти стихи и всякая десятина на земле из семян земли из плодов дерева принадлежит господу это святыня господня если же кто захочет выкоп выкупить десятину свою то пусть приложит к цене ее пятую долю и всякую десятину из крупного и мелкого скота из всего что проходит под жезлом десятая должно посвящать господу не должно разбирать хорошее ли то или худое и не должно заменять его если же кто заменит его то и само оно и замена его будет святыню и не может быть выкуплено вот заповеди которые заповедал господь моисею для сынов израилевых на горе сяна и не двусмысленно говорит что все десятое что мы с вами имеем своей жизни это божье это принадлежит господу и в этой связи в буквальном смысле это наш долг перед богом бог сказал если человек не приносит десятины он совершает воровство малахия хорошо известное место вы отдаете ее потому что бог заповедал так поступать вы закладываете честность и послушание в отношении с богом когда верно приносите десятины и левит конечно об этом очень ясно говорит что десятина принадлежит господу и давайте посмотрим вот эту часть закон ли это закон ли это относится ли эта категория закона я вам сейчас прочитаю одно место из послания к евреям мы с ним порассуждаем над ним порассуждаем авраам авраам там речь пойдет об аврааме читать мы будем из евреев заплатил десятину за всех за всех давайте посмотрим на это место я его открою одну секунду мы дети авраама а духу на это как это было евреям 7 глава с первого стиха и это современный перевод заголовок современного перехода перевода в этой главе звучит так священник мелхиседек выше авраама и всех иудейских священников какой заголовок и дальше текст этот мелхиседек был царем салима и священником всевышнего бога он встретил авраама возвращавшегося со сражения после победы над царями и благословил его аврал авраам отдал ему десятую часть всего что у него было само его имя мелхиседек означает царь праведности а его титул царь салима означает царь несущий мир нигде не написано ни о его отце ни о его матери ни о других его предках ни о начале ни о конце его жизни но он уподобленный сыну божьему здесь большой буквы стоит уподобленный иисусу сыну божьему остается священником во веки смотрите насколько он был велик даже наш праотец авраам прошу прощения дал ему десятую часть захваченного на войне в законе мы читали сейчас с вами из закона в законе имеется повеление согласно которому члены рода левия ставшие священниками собирают с народа то есть со своих братьев десятую часть их дохода хотя и они потомки авраама но мелхиседек будучи священником не из рода левия принял десятую часть добычи авраама и благословил его того кто уже имел обещание божье благословляет всегда тот кто стоит выше благословляемого это правило не имеет исключений десятую часть доходов принимают обычно смертные люди но о мелхиседеке засвидетельствовано что он жив в каком-то смысле и сам левий получающий десятина через авраама дал десятую часть доходов мелхиседеку потому что когда мелхиседек встретил авраама левий еще нерожденный был в чреслах авраама и дальше концовка мы остановимся на этом месте мелхиседек прообраза Иисуса Христа и это уже нам открыто что мелхиседек прообраз Иисуса Христа к чему вот эти два местописания мы прочитали из закона и мы прочитали тот момент когда закона еще не было когда Авраам заплатил десятину закона еще не было и вот те люди кто считал что десятина это часть закона а мы сейчас не под законом а под благодатью должны сделать небольшую корректировочку обязанность приносить десятины была заложена до появления до появления закона существовала во времена закона и осталась до сих пор во времена благодати осталась до сих пор и мы запомнили с вами однажды и повторяем сейчас что десятина открывает окна небесные без этого ничто не прольется на нас от Бога очень коротко очень коротко я это повторила можно было бы привести пример допустим люди не отдают десятину и Писание говорит что тогда человек становится вором если подумать об этом допустим если бы мы знали что наш сосед вор мы бы ни за что в жизни не оставили свои окна открытые свои двери открытые вместо этого сто раз бы проверили закрыты ли окна заперты ли двери чтобы вор не вошел в дом и вот когда человек не отдает десятину он ворует у Бога и он закрывает окна финансовых благословений вот то что касаемо десятин и еще раз повторим вопрос потому что вопрос звучал можно ли отдавать десятину бедному куда отдавать десятины не повторяясь скажу где вас кормят словом Божьим если это поместная церковь туда если это какая-то миссия которой вы учитесь и вас кормят словом Божьим туда если это это площадка сюда и так вот можно ли можно ли отдавать десятины бедным в данном случае писание четко говорит что это отдается в дом хранилища чтобы в доме моем была пища о какой пище речь речь о духовной пище дом хранилища мы храм Духа Святого да это пойдет человеку но ответ таков где вас кормят словом Божьим там где вы возрастаете если это несколько площадок то ваша десятина идет на несколько площадок туда и приносите где вы получаете духовную пищу это превыше всех остальных даяний многие верующие например болеют не могут ходить в церковь но они получают духовную пищу из онлайн служений из теле из радиопрограмм вот хорошее место для того чтобы вложить в это десятина они получают духовную пищу чтобы в доме моем была пища и Господь говорит хотя в этом испытайте можно ли можно ли отдавать десятины бедным вот отсюда уникальное вообще место уникальное место можно ли его отдавать бедным оказывается я хотела этот вопрос сначала задать но сейчас его задавать не буду но это мощно конечно это мощно мы можем дать взаймы Господу я хотела задать вопрос можем ли мы дать взаймы Господу оказывается да мы можем дать взаймы Господу вдуматься вдуматься только мы взаймы Господу когда благотворительность благотворящий бедному дает взаймы Господу притча 19 глава 17 стих и он Господь воздаст ему за благодеяние его ну понятно что по богатству славы своей но это не момент отдать сюда десятину еще раз по поводу десятины десятина уходит туда где вас кормят словом божьим я думаю вот это мы уже очень хорошо аминь аминь и про бедных что мы даем благотворительность что это такое да мы даем взаймы Господу хотите дать взаймы Господу посмотрите на нуждающихся дайте им и Господь воздаст вам за благодеяние ваше по богатству своей славы это уникально поэтому куда отдавать десятины я думаю это тоже всем понятно тоже всем понятно и Господь говорит испытайте меня когда мы принесем десятины испытайте меня в буквальном смысле это вызов испытать его в вопросе о десятине чтобы окна небесные были открыты и мы уже с вами говорили мы отдали десятину окна небесные открылись а вот теперь на что излить его умножение давайте посмотрим о вопросах пожертвования пожертвования даже еще знаете вернусь к десятине наверное кто может ответить может быть мы даже не будем на этом месте останавливаться кто может ответить я хочу вашу аминю слышать возможно ли вообще преуспевание для человека без десятины кто-нибудь ответьте я хочу сказать что читая всякие биографии великих людей богатых миллиардеров они все отдают десятину правда не все понимают куда я не думаю что в церкви но много много дают в церкви очень много поэтому все десятую часть отдают это я точно знаю отдают десятую часть тогда или нет можно ли преуспевать без десяти если не отдавать то как думаю можно ли преуспевать без десяти галина я считаю что преуспевать не отдавая десятины просто невозможно потому что окна небесные закрыты и у нас ну я испытывала это даже на своей в одном периоде жизни не отдавая десятин да доходы будут но ты будешь сводить концы с концами спасибо галина всегда будет нехватка спасибо спасибо за мнение и давайте вот так давайте вот так сделаем кто считает чтобы я увидела статистику некую в нашей команде что можно преуспевать без десятин можно преуспевать без десятин просто включите микрофон а теперь включите микрофон и те кто считает что невозможно преуспевание без того что мы отдаем десятин включите включите я хочу их видеть включенными давайте давайте тогда другой вопрос хорошо спасибо увидела спасибо без десяти команда отвечает что без десятин невозможно преуспевание да и аминь писание так и говорит мы уже говорили о том что это воровство да а все что связано с воровством ну можно даже дальше эту тему не развивать есть хорошая вещь в писании бог возлагал ответственность за строительство храм построить храм обитель была такая нужда и что при этом происходило царь Иосия повелел производить ремонтные работы в храме храм был разрушен и он доверил это тем кто доказал свою верность в финансовых делах и он даже написал четвертая книга царства 22 глава он даже написал впрочем не требовать от них отчета в серебре переданном в руки их потому что они поступают честно очень интересное место в начале он говорит пусть отдадут в руки производителей работ на исправление повреждений дома плотникам каменщикам делателям стен на покупку дерева на покупку тесаных камней для исправления дома и потом вот такая вот приписочка и не требовать у них отчета в серебре переданном в руки удивительно а почему бы нет почему бы не спросить на что потратят деньги бог избрал этих мужей производить работы не потому что они пообещали быть верными он выбрал их потому что они доказали они не пообещали они доказали и когда вот пришло время царю иосии выбрать тех кто работал бы на восстановительных работах в храме господь сказал ему взять этих мужей потому что они оказались верными в финансовых вопросах бог берет людей верных в своих финансах десятина конечно туда входит однозначно но есть еще и такой вопрос я получаю десять я как бы отдаю десятину извиняюсь но как как-то не особо сильно вижу изобилия в своей жизни я всегда был верен десяти мы говорили что кто сеет да тот пожнет в свое время свое время но касаясь вот этой части когда царь иосия назначал производителей работ господь еще напомнил такое место что хорошо добрый верный раб что-то дал господь рабу своему и вернувшись получив отчет он дает оценку его труду и как это звучит хорошо добрый верный раб в малом ты был верен господь что-то ему дал проверил вот как с избранием людей на восстановление храма во времена царя иосия проверенные люди спасибо добрый верный раб хорошо в малом ты был верен и дальше что над многим тебя поставил над многим тебя поставил потому что Лукаш 16 глава говорит верный малом и во многом верен а не верный в малом не верен и во многом не верен и во многом от домостроителей же мы все с вами домостроители благодати требуется что требуется первое послание коринфянам 4 глава 2 стих от домостроителей же требуется чтобы каждый оказался верным я думаю с десятинами все понятно и если еще какие-то вопросы появятся но у меня такое ощущение что мы увидели что десятина не делает нас щедрыми в глазах Божьих десятина это всего лишь доказательство нашей честности и послушания когда мы отдаем Богу то что ему принадлежит через все писание это такая директива такая директива что такое десятина еще раз это 10% от всех доходов от всех поступлений наших где мы трудились собственными руками и вот эта величина установленная Богом она вообще суждению я думаю уже не подлежит уже все все поняли пожертвование это уже другой вопрос мы об этом тоже говорим оно не ограничено какой-то конкретной суммы это полностью на наше усмотрение сколько дать опять кому опять Богу опять Богу сумма приношений вот здесь уже определяет меру ну или как сказать еще или степень ну или количество Божьего благословения Божьего умножения наших средств приношения вот оно определяет меру и степень Божьего благословения которое высвободится это все что вы приносите сверх своей десятины я думаю это тоже и вот это вот наиболее любимый дар у Господа и здесь куда мы жертвуем ну вот здесь уже ну как как сказать можно ну вот здесь уже хоть куда на поддержку миссии на поддержку поместной церкви многие служения в Царстве Божьем действуют только благодаря добровольным пожертвованиям Божьих людей в большинстве случаев пожертвования вот являются они как бы ответом на молитву о восполнении нужд один человек молится говорит Господь надо у другого получается в сердце желание появляется в сердце желание еще раз напоминаю запомните наша десятина только открывает окна небесные Господь же начинает изливать свои благословения когда мы приносим щедрое пожертвование наше приношение определяет меру который Бог воздаст нам Бог дает без меры дает без меры но он действует раб как своих законов если семя не посеяно не из чего вырос и благодаря десятинам нашей честности благодаря пожертвованиям каждый из нас поднимается на более качественный уровень и взаимоотношений с Богом здесь мы служим нужным страдающим и погибающим этого мира и распространению Евангелия и тем не менее мы сразу отдаем десятину Господу она нам не принадлежит и это у нас уже те знания которые переросли понимание мы понимаем они пошли и проповедовали везде и что при этом происходило при Господнем содействии и подкреплении содействия в чем чтобы пойти и проповедовать мы как-то с вами говорим нужны финансы Божье содействие в этом есть конечно через кого Господь действует через людей подкрепление слова последующими знамениями знамения 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 вот в плане этом давайте обратим внимание на филиппийцев один из примеров филиппийцы и прочитаем вот эти вот приношения я пожертвования приношения это в принципе можно поставить знак равенства и то еще о чем тоже прозвучало в сегодняшнем разговоре напомнить не столько вы уже научены в этом правильно давайте посмотрим на то что происходило в филиппах 4 глава и несколько стихов 15 ну и 16 я смотрю можно 17 17 пропустим и 19 прочитаем филиппийцам 4 глава вы знаете филиппийцы что в начале благоуставования когда я вышел из Македонии ни одна церковь не оказала мне участие по даяниям и принятиям кроме вас одних вы и в Фессалонику и раз и два присылали мне на нужду говорю это не потому что я искал даяние но ищу плода умножающегося в пользу вашу бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Иисусу что происходит филиппийцы филиппийцы начали давать на распространение вот этой всемирной миссии и как правило вот этот 19 стих мы забираем только 19 стих бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом ну понятно что вырвано из контекста а прочитав весь отрывок что мы с вами видим определенная группа людей они начали давать для распространения царства и бог обеспечит тех кто поступает как филиппийцы вот здесь вот господь нам и говорит а именно жертвуя вот этой ну я не знаю всемирной миссии пошел до края земли Павел и филиппийцам это стало понятно и обратите внимание Павел не написал что бог восполнит все их нужды из своих богатств он написал очень четко он восполнит их нужду по богатству своему в славе вот это словосочетание по богатству обозначает благословение такого же качества так же качественно как божье собственное богатство в славе вот здесь вот не количество так же качественно И Бог открывает перед нами такую же возможность в изобилии и в качестве. И изобилии, и в качестве. Напоминает Господь сейчас. Наполнил кувшины лучшим вином. Не то же самое нам вернул. Не то же самое вино было на столах. Но это было вино, но лучшего качества. И Он сделал это бесплатно. Он защищал, вспомните, вот это вот место, когда женщина помазывала его миром, и все стали говорить о том, что не лучше ли было бы его продать, раздать. Он ее защитил. Другое качество. Бог восполнит нужду тех, кто поддерживает по богатству своему в славе, кто поддерживает миссии, кто поддерживает вот эти вот всемирные миссии. Ну как еще сказать? Большие служения, которые, казалось бы, особо к нам никакого отношения не имеют. Они где-то там трудятся, трудятся много, и мы об этом знаем. И мы об этом знаем. Это тоже особый вид даяний. И так делали филиппийцы. Павел вышел из Македонии, филиппийцы слышат о нем. Они уже экклессия, они уже церковь. Но к тому времени ни одна церковь, ни одна еще не давала. Подаяний не было. Не принимала к себе. Принятия не было. А вот они начали, они подали пример. И Павел им говорит, я говорю вам, вы присылали мне и раз, и два на нужду, я не искал, я не просил, но ищу плода, умножающиеся в пользу вашу. И Бог мой восполнит всякую нужду вашу. По богатству слава. Это будет и избыток, и качество. Не точно такое же. В этом Божье качество. И вот в таких случаях всегда уникально. Я вот такой пример приведу. Когда я начала заниматься стоматологией, и первый звонок, я не знаю, говорила я на этой площадке или нет. И первый звонок был о том, что придите, посмотрите состояние зубов, мы сделаем это вам бесплатно. Ну и каждый человек понимает, что за этим будет предложение какое-то. Но то, что прозвучало тогда, прозвучало как огромное благословение от Господа. Какого плана? Оказалось, у мужа состояние зубов критичное. У него уже дырка в пазуху, в гаймору. И это настолько уже опасно, что уже надо ставить костную ткань. А мы когда ехали туда, он ехал, собственно говоря, из-за меня. Потому что, как мне показалось, у меня маленький мостик, и он лопнул. Надо было его посмотреть, и я уже подговаривалась к тому, что нам надо появиться в стоматологии. По-моему, лопнул мостик. И мы поехали, он говорит, я не пойду, я зайду к лор, сопутствующий специалист. Потому что, ну что смотреть, у меня одно железо на рту. А я его все еду, уговариваю. Ну раз уж мы едем, раз уж это бесплатно. Ну посмотри, в каком состоянии кость. И выясняется, что мужчина высокий, он метр девяносто. И у него крупные зубы, соответственно, длинные каналы. А длинные каналы микроскопов раньше не было. И они пропломбированы где наполовину, где на треть, где на четверть. И это выстрелит в любой момент. Это настолько опасно, незапломбированные каналы. Вот все 10 зубов наверху ему надо вскрывать, перепломбировать. Ему надо вставлять костную ткань, чтобы вот этой дырки не было. Делать, ну, практически операцию. В двух местах у него киста и так далее, и так далее. И когда нам посчитали ценник, ценник, понятно, что очень большой. Ну и мне тоже спрашивают, а вы знаете, что у вас мозг? Я говорю, ну, ощущаю. Я еще не чувствую так сильно, но ощущаю, что что-то тут по-другому стало. Вот. Все это вылилось в серьезную-серьезную сумму. Более 600 тысяч. И я внутри себя с Богом уже разговариваю. Я понимаю, что человек дороже. И благодарю Бога за то, что он сохранил мне мужа. Вот знаете такие ситуации? Сегодня человек жив, а завтра он уже мертв. Вроде бы не болел. И вот это один из таких случаев. Очень опасный случай. Я не все перечисляю, все, что там было. Но состояние полости рта у моего мужа было критическое. Потому что даже сейчас, когда они пролечивают, часть зубов они даже восстановить не могут. Костная ткань не позволяет им стоять в челюсти. Там импланты уже. Я принимаю решение, что да, здесь клиника, очень хорошее оборудование, мы будем протезироваться здесь, несмотря на то, что здесь, конечно, ценники высоты. Они нам еще в какой-то части где-то что-то скорректировали. Ну, это можно опустить. Свидетельство. Но свидетельство в другом. На какой-то из площадок, я сейчас уже не помню, потому что в январе это было. Я свидетельствовала о славе Божьей. Господь сохранил мне мужа. Мы это обнаружили. Вот прям вот завтра поздно, вчера лучше было бы. Но сегодня вот самый тот день, когда уже нужно об этом знать. И вот этот день наступил. Господь не торопится, не опаздывает. И мне звонят люди и говорят, мы готовы оплатить вам стоматологию. Я говорю, вы просто не знаете ценник, поэтому спасибо вам, конечно, за участие. Но это наше время. Я отказалась. Мне опять звонят и опять говорят, мы готовы. Озвучьте цифру. Я говорю, ну это больше шестисот тысяч. И нам оплатили. Эти деньги. Мы проходим стоматологию, не заплатив своих денег ни рубля. Мы даже испугаться не успеем. И это вот о чем мы говорим. Что это и количественно, и качественно в славе Божьей. Это его масштаб. У нас нет таких средств. Это было бы кредитование. Кредитование достаточно долгое. И это долго держать пояс затянутым на талии. Да, хороший побочный эффект. Вот об этом я говорю. Наступает момент, когда верный в малом, он благословляется Господом из своих источников. И мы не знаем, когда такой момент наступит. И что такое выложить одноразово для семьи такую сумму, я думаю, ну все понимают масштаб. Господь благословил. Следующая грань, которую нам есть смысл озвучить, и Господь тоже говорит не замалчивать. Я замалчиваю по той причине, что я тоже являюсь наставником. Писание учит давать вашим наставникам. Наставляемые словом делись всяким добром с наставляющим. Галатом 6.6 Этот стих говорит, что мы должны делиться добром с теми, кто учит вас Божьему слову. Это и ваши пасторы, это и ваши духовные наставники, этой вашей учителя. И я затрагиваю эту тему, потому что так говорит Писание. Так говорит Писание. Я не буду долго об этом. Вот наша команда, она в этом плане уже выросла. Есть еще такое место, которое цитируется у нас и в Новом Завете, из Старозакония 25 главы. Не заграждая рта в алу, когда он молотит. Бог постановил, что наставники должны питаться от урожая, который они насаждают в ваш дух. И когда вы делаете это со своими наставниками, я надеюсь, что у каждого из вас есть духовный наставник, вы еще больше освобождаете Божьи благословения в свою жизнь. Вы открываете перед Господом еще один путь, по которому он может послать свое благословение. И дело в том, что здесь очень серьезный аспект есть в количественном плане. В количественном плане. Есть такое место, которое говорит о двойном благословении для тех, кто наставляет. И это говорит не о том, что эти люди должны выживать кое-как, или у них будет средненький какой-то уровень достатка. Нет. Эти люди будут весьма благословенны Господу. Это о наставниках. Идем дальше. Вот это вот завеса. Завеса, которую нам необходимо снять. На протяжении очень многих лет. Вот это вот Малахия 3.10. Малахия 3.10. Да, приносил десятину. На протяжении там 10 лет. Но ни разу не получил такого благословения, для которого у меня бы там не хватило места, чтобы его принять. А Писание говорит. Испытайте меня. Не открою ли я, не изолью ли на вас благословение до избытка. А вот сам этот избыток, на словой перевод с английского, что у вас не будет даже достаточно места, чтобы все это вместить. И вот здесь вот, вот это, я изолью благословение, которого будет очень много. Здесь как раз вот та мера. Какой мерой меряете? Такой и отмерено будет. Смысл вот этот. Какой мерой меряете? Когда отдаете десятину, вы выстроили правильное взаимоотношение с Господом. Окна небесные открылись. И теперь вот она мера. Чтобы не вместилось даже, Господь начинает нас приучать к тому, что только десятина. Что кроме десятины есть и вещи, которые высвобождают Божие благословения. Мы должны приносить и пожертвования, и приношения разного рода. И не забывать давать Господу взаймы, видеть нужду бедного. И это наш личный разговор с Господом на основе тех знаний, которые нам уже доступны. О чем мы с вами говорили? Мы говорили о том, что когда мы отдаем, у нас было такое понимание, что у нас стало меньше. А Господь приучает нас к тому, что когда мы отдаем, это повод нам стать богаче. Ищите повода давать, вы станете богаче. И когда это приходит и ложится на правильное основание, десятина, это Божье, открылись окна небесные. И сейчас Господь высвобождает свою меру на пожертвование, на приношение. И даже взаймы Господу, оказывается, можно дать. И восполняет-то он по богатству своей славы, а не нашей. И нас приучает быть доброходно дающими. Потому что состояние сердца – это тоже ключ и мотив. Начинаем ли мы с вами Господу давать, чтобы получить, либо мы двигаемся в раках закона, четко понимая, что мы получим. И это не момент тяжбы с Господом. Крестьянин посадил, и он не видит ничего предосудительного в том, что он ожидает урожай. Сказали бы, какой ты вообще корыстный крестьянин. Посадил, ну что вырастет, то вырастет. Нет. Профессионализм и эффективность этого служения в том, что когда человек садит, он точно знает, на какой урожай он может рассчитывать. Не по типу, что вырастет, то вырастет. Не по типу, я даю Богу, и мне взамен ничего не надо. Если так человек скажет, Бог творил Словом, мы творим Словом, я даю Богу, и мне ничего не надо, ничего и не будет. Чувствуете, да? Нет. Господь приучает нас к чему? Чтобы мы были правильно научены, правильно наставлены, как давать, кому давать. Всегда даем Богу, всегда держим семя в руках. Всегда очень чувствительны к нужным церкви. Всегда семя в руках, всегда молитва, всегда вопрос. Где-то почва, кому давать, давать, не давать, сколько давать. Мы об этом говорим. Это наше отношение с Богом. Единственное, что в этом плане, давать или не давать, не касается десятины. Это не наше. И вот скажите, вот в этой связи мы с вами поговорили о наставниках. Мы с вами поговорили о десятинах, куда ее давать, в каком количестве. Мы знаем, что это 10% от всего, что делают наши руки. Мы знаем о том, что десятину нельзя отдать бедным. Это не то место, где тебя кормят Божьим Словом. Десятина уходит туда, где тебя кормят Божьим Словом. Приношение – да. Ужертвование – да. И даже взаймы Господу можно дать, когда ты видишь нуждающегося. Он тебе не отдаст никогда, ему нечем. Но Господь отдаст по богатству славы своей. И примеров этому множество. Лучшее вино в избытке – это и качество, и изобилие. Вот скажите, у кого остались вопросы вот в этой сфере? Нужно было еще раз поговорить об этом. Потому что вопрос поступил, значит, он остался. Можно ли давать десятину бедному? Да, распространяется десятина на все царство, на всю экклессию, на все собрание. И это люди. Собрание святых – это люди. Дом Божий – это люди. И это пойдет человеку. Но, есть но, тот, который их кормит хлебом. Мы говорим о десятинах. А бедному – это другой расклад. Это приношение, это жертва, это даже дать взаиму Господу. Вот есть здесь вопросы еще? Вопросов нет. Давайте скажем о мене, если все понятно. Аминь. 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 Аминь, слава. Вот такие темы. Вот такие темы. Со следующего раза мы с вами поговорим о тех вопросах, которые поступают. Я думаю, даже с вами вопросы на очень многие вещи вам ответят. И у нас с вами очень серьезный раздел интересный впереди. Когда мы будем говорить о том, ну да, Божье изобилие. Мы же об этом говорим. Как этого достичь? Как оно в духовном плане формируется? И мы поговорим, кто стоит за бедностью. Можно ответить односложно, но как стоит? Что мы не знали, что десятины это Божьи? Знали. Но вопросы внутри этого вопроса были. Так и здесь. Кто стоит за бедностью? Имеет ли к этому отношение сам человек? Его поведение? И есть такие прям конкретные шаги. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шаги преуспевают. Законы работают. Божьи законы работают. Он сам их не нарушает. Он их создал и не нарушает. Мы говорим о законе электричества. И если мы христиане и сунем два пальца в розетку, мы не можем этим оправдаться. Закон электричества, он работает. Нас ударит точно так же, как любого неверующего. И с десятого этажа мы прыгнем, мы на пятнадцатом не окажемся. Мы окажемся в лучшем случае на пятом. Еще в худшем случае лучше не проверять этот закон гравитации. Они работают. Законы экономики работают. И даже если люди в мире, они не знают законов Божьих, но где-то интуитивно по ним поступают. И они пожинают. Они дают на благотворительность. Сами думают, зачем вообще я это делаю? Ну, дают. Дают в детские дома. Где-то говорят, что их от налогов избавят. Но тем не менее они дают. Но это Божье дело. И эти люди получают благословение не только в налоговом плане. И они становятся богаче, даже не фиксируя своих умозаключений на том, что они что-то сделали такое, что открыло для них окна небесные. Не анализируя. Но кто это делает, они это видят. Благотворительность – это такая вещь, которая дает больше, чем ты отдаешь. Это как давать взаимы Богу. Знаешь ты или не знаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok